Есть несколько определённых шагов, которые нам необходимо сделать для того, чтобы мы могли начать выстраивать свою жизнь заново. Я взяла таким своим слоганом «перезапуск жизни». То есть мы с вами, когда приходим в мир, мы живём некой жизнью, нам кажется, что это наша жизнь, но по сути это жизнь, которую нам передали по наследству. То есть нам передают некие убеждения, которые у нас сформируются, нам рассказывают. Вы приходите в музей, вам рассказывают. Вот эта картина написана этим художником в таком-то году, он там жил в таком-то доме. И вот вы уже чётко знаете, что это за картина. Вопрос, а реально ли она написана этим художником? А реально ли художник хотел это сказать? В этом ли году она написана? Кому она посвящается? Вам, как сказали, вы это приняли в заправку. То же самое происходит с нашей жизнью. Нам, как сказали, так мы и приняли. Но мы с вами можем сами, как на чистом холсте, выбрать для себя что-то, всё, что мы захотим, и сами маркировать это со знаком «это хорошо». Вы знаете, такой есть очень яркий пример. Я познакомилась со своим супругом, когда он был женат. Естественно, ситуация со знаком «минус». Мужчина, женатый, двое детей, 12 и 6 лет, жена, 10 лет в браке. Ну, сразу же ситуация со знаком «минус». Согласны? Ну, сразу же минус. Появляется девушка на 20 лет младше. Ещё один минус. То есть с позиции общества это отвратительно. И мужчина уходит к молодой любовнице. Ну, вот так. И бросает, вот это слово, бросает тварь своих детей. Ситуация со знаком «минус» просто в миллиард раз. Если мы на это смотрим с позиции осуждения, с позиции обычного человека. Отвратительная ситуация. Любовница – тварь. Жена – жертва. Он – козёл, которому надо было куда-то что-то засунуть. Да, так у нас обычно говорят. Детей, сука, бросил. Вот ситуация не то, что неоднозначная, более чем – это трактовка общества. Теперь смотрим. Мы сейчас семья, 14 лет в браке, двое прекрасных детей, два отличных бизнес-партнёра, два человека, которые помогают огромному количеству людей менять свои жизни. Смотрим на эту пару. Офигенная пара. Классно. Все говорят, вау, какая у вас пара, какие вы партнёры крутые, как вообще мы вам благодарны. Любую ситуацию можно трактовать по-разному. Если бы мы тогда с Сергеем трактовали её так, что мы разрушаем и разбиваем семью, что мы делаем больно бывшей жене, что у нас страдают дети. Мы это взяли, что мы соединяемся, мы нашли друг друга. И мы максимально постарались эту ситуацию, насколько это было возможно, разрулить. Потому что всегда в ситуациях, что бы вы ни делали, кто-то будет страдать. Ваша мама хочет, чтобы вы были врачом, а вы боитесь медицину. И вы говорите маме. Мама говорит, вы будете, ты будешь учиться в медучилище. Это было так с моей мамой. Вы говорите, нет, мам, я не буду, уезжайте. Ваша мама в страданиях, она страдает. Вы маме сделали больно. Мама всю жизнь вас вырастила, родила, мечтала, чтобы вы были врачом, а вы сказали маме нет. Вы не уехали. Вы остались и сделали, как хочет мама. Вы проучились много лет в мединституте, но вы несчастны. Вы ненавидите, вы не хотите быть врачом. Вы сделали плохо себе. Вот знаете, люди все, которые, наша главная проблема всех людей, это то, что мы пытаемся все время повелевать другими. Не принять их и открыться им, а повелевать ими, рассказать другому, что ему нужно сделать. Вместо того, чтобы сфокусироваться на себе, мы начинаем манипулировать, управлять другими людьми, и обвинять их, ты делаешь не то, что я хочу, ты теперь плохой, навешивая постоянные эти чувства вины. И вот в этом и есть проблема. Как ты могла связаться с этим мужчиной, говорит мама, почему ты не вышла замуж за этого, говорит она, уже все соседи меня спрашивают, когда у тебя будут дети, а у тебя детей нету. И вот эти вечные ярлыки, которые мы друг на друга перебрасываем, обвиняя друг друга, это наша любимейшая игра, обвинить в чем-то других, вместо того, чтобы сфокусироваться на себе. Вместо того, чтобы сфокусироваться на себе и спросить себя, а я-то чего хочу, я же у себя один. Вы знаете, я очень нетипична вообще в трактовке межличностных отношений и всего остального. Я считаю, что ключ ко всему это тот счастливый мальчик или девочка, которые живут внутри тебя. И если тебе в жизни для счастья, тебе лично нужно что-то, что не принято обществу, я считаю, что лучше это сделать, чем страдать, потому чего у тебя нету, только потому, что какое-то общество сказало, что это есть плохо. Вот моя трактовка событий такова во всем. И всегда я стараюсь поставить себя на первое место. Все говорят, ну это же эгоизм. Да, это эгоизм. Но есть эгоизм, когда ты ставишь себя и намеренно делаешь больно другим, а есть эгоизм, когда ты просто понимаешь, что если в этом случае тебе будет хорошо, это просто честность. Это не эгоизм. Это честность по отношению и к себе, и к другим. Я считаю, что, например, со стороны моего мужа было честным сказать своей бывшей жене, что он полюбил другую женщину и хочет с ней жить. И гораздо более нечестным было бы заставлять ее думать о том, что когда он принял решение от нее уйти, что на самом деле, значит, он еще не принял такого решения, что, может быть, еще он иногда будет приходить. И вот это как раз и есть гораздо более нечестной историей. То есть когда мы принимаем какое-то решение или когда мы понимаем, что нам нужно принять это решение, его необходимо принять для себя, каким бы оно ни было, как бы сложно нам ни было, но это все равно будет гораздо легче и гораздо честнее. Вот это как бы мое видение ситуации.